7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал прибор для показания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. Пройдет совсем немного лет и изобретение станет известно всему миру под более простым и привычным нашему уху названием. День радио ежегодно отмечают студенты и преподаватели разных российских вузов. Несмотря на то, что культура студенческих станций в стране пока развита мало, с каждым годом их количество увеличивается. Своё радио есть и у Казанского федерального университета. ЮФМ была запущена в 2015 году и сразу начала работать над интернациональными проектами. Уже через несколько месяцев студенческая делегация поехала для обмена опытом в Германию, откуда привезла идея полилингвального вещания. На радиостанции выходили передачи на пары десятков разных языков от русского и немецкого, двудмуртского и бенгальского. В команде успели побывать эйродиджей из Латинской Америки, Европы, Азии и Африки. Все они были ведущими программы Russian International Voice и ставили перед собой непростую задачу – вести вещание для стран своего рождения в режиме реального времени. Сегодня студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО продолжают дело своих предшественников, но уже в формате подкастов. В официальной группе медийщиков ВКонтакте можно послушать диалоги на самые разные темы о феномене исторической памяти, самоизоляции, тиктоке и даже кинопродюсировании. Камиль Гемазидинов, Диана Шилова, Универньюз.